И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, долгожданный полноценный видеоролик, который посвящен нашим любимейшим рейтингам. Вы в последнее время очень много просили, чтобы я вернулся к обзорам наших рейтингов, записывал что-то интересное в виде каких-то супер, может, аккаунтов интересных, может, еще чего-либо. Но, в общем и целом, вы настаивали на том, чтобы я вернулся к обзорам полноценных, интересных аккаунтов нашей любимой игре. И, наконец-таки, этот повод настал, когда мы можем полноценно поговорить. Сегодня будет разговор не о каких-то там 10, 15, 20 аккаунтов, сегодня будет всего лишь 4 аккаунта, но по каждому из этих аккаунтов мне есть что сказать. Поговорим сегодня и о эффективности, и о том, что произошло у нас в игре на прошлой неделе. Появился новый рекорд, да, я не знаю, там, мировой, вселенной, там, не знаю чего, но, в общем и целом, это новый рекорд игры, который уже на протяжении довольно длительного времени никто не мог побить. Но, наконец-то, это у нас свершилось, рекорды всегда у нас на то и есть, чтобы их побивать. В общем и целом, друзья, если вам заходят видеоролики, если вы хотите, чтобы этот видеоролик вышел и после него были определенные обзорчики, еще что-то выходило, связанное с рейтингами, да, возможно, у вас есть какие-то идейки по этому поводу, вы можете их в комментариях написать, да, там, может быть, какая-то определенная тема есть по рейтингам, которую вы бы хотели, чтобы я пообозревал, пообсуждал. Если вам заходят, обязательно, обязательно поддержите данный видеоролик лайком, ну и если вдруг смотрите впервые видеоролик на моем канале, то обязательно тоже не забывайте подписываться на канал. Сегодня я начну с, наверное, игрока, который на данный период времени занимает первое место по эффективности. Начну немножко сдалека, расскажу про то, что вообще имеется сейчас у данного игрока. У него имеется первое место по рейтингу. Имеется в каждую, может быть, даже неделю нереально безумные какие-то цифры, да, то есть там нереально маленькое количество опыта, какие-то бешеные коэффициенты. Вот если сейчас посмотреть, на прошлой неделе было набито всего лишь 80 опыта, при этом было набито 41 тысяча кристаллов. Если хотите, посчитайте, сколько это коэффициент будет. Там будет больше, получается, больше 400 коэффициентов. Ну, короче, там бешеные цифры, да. И все это дело игрок делает для того, чтобы полноценно пытаться сохранять свой рейтинг эффективности на первом месте. Потому что уже совсем скоро его место займет другой игрок, который на данный период времени занимает лишь 27 позицию. Но он ее занимает из-за того, что он не является легендой. Он является всего лишь генералиссимусом. Но уже на данном звании данный игрок занимает 27-ю строчку по рейтингу эффективности. У него все отлично с коэффициентом, все отлично с УП. И как только данный игрок займет, вернее не займет, а получит первую легенду у нас в игре, а именно это Клодинг, он займет первую строчку эффективности. Насколько быстро это произойдет, никто мы с вами не знаем, конечно же. Потому что все это зависит исключительно от того, насколько быстро игрок сумеет набить свои 40 тысяч опыта. Возможно, это он сделает быстро, возможно, он это будет делать на протяжении еще года, может даже больше. Но пока, что по УП, что по коэффициенту, по соотношению опыта к кристаллам, я даже посчитал, у Ярика получается коэффициент 5.72 на данный период времени. У Клодинга 6. Такая железная, стабильная 6. То есть, там уже по эффективности будет, наверное, где-то на 300-400, может даже больше. Эффективности больше. Я имею ввиду по цифрам, которые у нас вот здесь вот имеются, если кто не понял, о чем я говорю. Ну а теперь, друзья, уже плавненько перейдем к игрокам, которые у нас поразили предыдущую неделю игры. Вы сами знаете то, что я тоже следил за рейтингом на предыдущей неделе. Все вы знаете, что у нас в игре были x3 фанды. У нас были там повышенные всякие голды, всякие интересные другие движения. Но фанды, вы знаете, всегда привлекают именно рейтингом по кристаллам. Всегда интересно посмотреть, сколько ребята вообще набивают. Да, если сейчас у нас в игре сегодня только появились x2 фанды и x3 опыт, я об этом чуть попозже тоже поговорю немножко. Может быть, если не забуду, то я всегда захожу в рейтинги, всегда интересуюсь, смотрю, кто сколько набивает, у кого как там продвигается вообще все это дело. И на предыдущей неделе, в связи с тем, что и у меня ребята, да, которые играют вместе со мной, сказали, что вот мы будем там бить, будем, смотри, будем вообще там разваливать все, все, что движется. Я тоже начал за этим следить. И с первого дня я заметил то, что два игрока решили реально, ну я не знаю, что сделать, но упороться как не знаю кто, потому что столько набивать это просто, я не знаю, если это в соло в одного человека делаются такие рекорды, то это очень жестко, прям нереально. Ребята набили по 2 миллиона, 2 миллиона кристаллов за одну неделю. Я полноценно могу сказать, что это какие-то два брата акробата, потому что я сравню сегодня два данных аккаунта, два данных рейтинга, и вы увидите очень близкие цифры, и то, что они набили вдвоем по 2 миллиона с лишним кристаллов, меня поразило просто нереально жестко, да. То есть с первого дня я уже наблюдал за тем, сколько они набивают, там после первого дня, если я не ошибаюсь, где-то больше 300 тысяч уже было кристаллов набито, и потихоньку, 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 ребята все наращивали, наращивали темп. И к последним дням, к выходным, там вообще просто безумные цифры начали набиваться, я не знаю, как это вообще реально, но ребята смогли побить новый рекорд. Вот предыдущий рекорд, если, ну для меня лично это был тот рекорд, да, может быть какие-то были другие цифры, но, был рекорд полтора миллиона кристаллов, который принадлежал адвокату, который был набит больше чем полугода назад точно, когда были у нас там акции с фризом, если кто помнит, да, там всякие споры еще были. Ну, в общем и целом было полтора миллиона, сейчас это два миллиона кристаллов. Я думаю, что данную цифру, данная цифра будет оставаться на довольно длительное время у нас по рейтингу, ее будет побить очень сложно, прям максимально сложно. Х3 фанды у нас в игре не так часто происходят, да, у Х2 есть, но с Х2 такие цифры набить, я бы сказал, нереально. Да, с Х3-то это сложно сделать, но с Х2 это точно нереально сделать и ребята сумели показать реально новый уровень, сохранить за собой определенные строчки и плавно хотелось бы подойти и посмотреть вообще на аккаунты игроков, да, это Cat и это Anything. Два аккаунта, которые для меня практически идентичны. У одного 50-я легенда, у второго 52-я, что касаемо УП, у одного 2.32, у второго 2.33. То есть, я неспроста говорил, что это как будто два брата акробата. По заработанным кристаллам у ребят у одного почти 32 миллиона, у другого 30 миллионов с половиной. То есть, тоже все примерно одинаково. И посмотрите, при такой незначительной разнице в легенде, то есть на две легенды разница и на, получается, миллион, миллион триста кристаллов, да, то есть на две легенды больше и на миллион триста кристаллов меньше, разница в эффективности получается здесь 94 тысячи девятьсот, здесь в четыреста, почти в четыреста очков разницы. Это довольно безумные цифры, да, то есть казалось бы, что там, ну, там, в коэффициенте разница, ну, может, там, в двадцать сотых и такая колоссальная разница в эффективности. То есть, вы понимаете, насколько мелкие значения решают в итоге по эффективности. Отличный коэффициент для таких легенд, безусловно. Отличное УП, и я уверен, что ребята для себя, наверное, хотят сохранять эти строчки, да, но сейчас у нас в игре будет уже x3 опыт, x2 фонды. Я думаю, что такие игроки, которые, игроки находятся вообще в строчке и в рейтинге эффективности на данный период времени, которые играют на постоянной основе, их не так много, да, из-за этого всего топ-100. Но те ребята, которые играют, будут пытаться набивать как можно меньше опыта, либо вообще не играть, либо играть довольно мало, либо придумывать какие-то другие вещи, Потому что x3 опыт никому не нужен. Из игроков, которые гонятся за эффективностью, это максимально невыгодная вещь. И с ней, ну, могут согласиться, наверное, такие ребята, как я, такие ребята, которые не гонятся вообще ни за какими эффективностями, которые, например, наоборот, хотят себе поднять просто легендочку, да, и поднимать за счет этого дополнительные кристаллы, возможно, какие-то еще другие цели иметь. Но никак не акцентировать свое внимание на эффективности. Ну, а здесь у ребят, ну, другие, другие предпочтения, другие реализации. Поэтому тоже, если вернуться к клозингу, понятное дело, что сейчас ему даже невыгодно просто брать и добивать эту первую легенду. То есть, по сути, у него там осталось не так много, то есть 40 тысяч каких-то опыта, но с тем учетом, что все лето, то есть до конца лета, у нас будет в игре x3 опыт, x2 всего лишь фанды, это делать максимально невыгодно. Можно, но невыгодно. Поэтому, если игрок хочет полноценно сохранять и только наращивать свой коэффициент соотношения кристаллов и опыта, то, скорее всего, он не будет бить легенду до конца лета. Либо же это будет делать максимально-максимально медленно. И мы увидим там только в конце года смещение первой строчки нашего рейтинга. А может быть, Ярик просто возьмет и сделает еще какие-то безумные цифры, сумеет нарастить свой коэффициент и сможет сохранить эту строчку. Поживем-увидим, будет все это дело видно, будем следить за последующими движениями в наших рейтингах. Для меня эта тема всегда была интересна, всегда мне интересно следить за тем, как игроки играют, какие коэффициенты получают, зарабатывают. И даже я не любитель, знаете, посмотреть на каком вооружении. Меня всегда интересовало вот это вот личное дело, личная статистика, коэффициенты, цифры, места. Для меня это, ну, не знаю, какой-то такой определенный моментик, который мне всегда был интересен. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, если вы хотите, чтобы мы продолжали интересоваться рейтингами, возможно, смотреть на какие-то уникальные, интересные аккаунты, либо просто создавать свои определенные топы, как это было у нас раньше, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, подписочкой на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!